Здравствуйте! Вы смотрите программу телекопания «Город». Время говорить. Панорама рязанских событий этого дня. А у нас продолжаются поиски людей. Расследуются серьезные преступления. Люди волнуются за украинских собратьев. В общем, все как у всех. Главное на сегодня. Дорогая работенка. Горожане сомневаются в услугах фирм, распространяющих подозрительные объявления без адреса. Тонна алкоголя. Таковы результаты очередного рейда полиции по нелегальному обороту спиртного. Выходят на арену силачи. Рязанская тяжелая атлетика ждет поддержки и развития. А теперь подробности этих и других событий. Сегодня с утра полицейские, спасатели и волонтеры вновь отправились на поиски пропавшего в субботу 12-летнего Леонида Растенца. Дело было в рыбном. Мальчик вышел во двор на прогулку и бесследно исчез. Его приметы. Рост 130-135 сантиметров. Телосложение среднее. Волосы русые. Глаза карие. Был одет в зеленую куртку, синие спортивные штаны, резиновые сапоги. Тем временем в Касимовском районе продолжаются поиски пятерых человек. Пассажиров затонувшей лодки. Моторная казанка перевернулась в субботу на Океа около парома в совхозе «Маяк». В ней, как стало известно, находилось шестеро рабочих пилорамы. Одному удалось выплыть, судьба остальных неизвестна. Рязанский губернатор обратился с просьбой к руководству линейного отдела внутренних дел на водном транспорте тщательно провести расследование, установить причины и довести результаты до сведения граждан. Также губернатор поручил провести массовую комплексную проверку регламента использования маломерных судов с участием прокуратуры и служб МЧС. Но стоит ли еще раз напоминать? Будьте осторожны на воде, а также следите за своими детьми. Должно быть стоит, ведь перефразируя название известного кинофильма, никто не хотел пропадать. А вот случилось. Ну теперь о делах украинских. Похоже, отношения Киева и регионов переходят в фазу активного противостояния. Главные ударные силы – это милиции, боевики правого сектора с одной стороны и сопротивление с другой. Причустью гражданской войны беспокоит соседние с Украиной страны. Что же говорить о населении самой самостийной и незалежной, особенно восточных ее областей? В своем видении ситуации озвучил нам сегодня рязанский политолог, эксперт программы «Время говорить» Александр Семенов. Самопровознашенные власти, которые пришли в результате военного переворота, они думали, что революция закончилась. На самом деле, как событие показано, она только началась. И желание юго-восточных областей, в первую очередь, большей самостоятельности, стремление к федерализации является нормальным, на самом деле, стремлением. Но пока власти в Киеве настаивают на том, что это сепаратизм, это терроризм, тем самым они начинают вести себя в логике гражданской войны. Поэтому, если так ситуация будет продолжаться, то действительно, там, скорее всего, начнется гражданская война. Причем такая очень активная, да, горячая, с жертвами. К другим темам в нашу редакцию обратились горожане с просьбой, как говорил булгаковский герой, разъяснить эту сову. А дело в том, что на подъездах домов стали появляться самодельные объявления с предложением изготовить дополнительные ключи к домофону. Сперва, конечно, ничего особенного жильцы и не заподозрили. Ну, кто-то решил заработать. Так почему бы и нет? Но позже народ насражился. А насколько законно это предложение? И кто эти мастера, указавшие только номер сотового? И будет ли гарантировано качество? И вообще много всяких почему возникает? Вот и позвал репортерский долг в дорогу по инстанциям Глеба Галушкина. Вот результаты исследования темы. Недавно на некоторых подъездах многоквартирных домов появились рекламные объявления, предлагающие жителям сделать дополнительные домофонные ключи и к своей железной двери. Впрочем, на расклеенных листочках почему-то нет ни названия организации, ни номера лицензии, никаких либо других выходных данных. Единственная информация – это номер сотового телефона. По нему сотрудники этой фирмы сообщили, что у них все же есть необходимая лицензия на работу. А вот фирма ваша как называется? У нас ТП, который имеет право на отшление данных услуг. То есть лицензия все есть? Да, а как же, и чеки товарные, все мы выдаем. Ну понятно, что по телефону можно обещать многое, но вот безадресность объявлений действительно настораживает. Работники одной из крупных рязанских фирм, занимающейся в том числе и обслуживанием домофонов, говорят, что такие рекламные объявления несут в себе определенную угрозу. Во-первых, это может быть намного дороже, да. Во-вторых, они не могут гарантировать ту степень качества изготовления этих ключей, да. И опять же, что будет в случае того, если там ключ сломается, то есть придется, наверное, вызывать опять кого-то, да. Вот. И дело касается безопасности. Безопасности вашего домохозяйства, вашего жилища. Что касается каких-то услуг, которые вы хотите получить, позвонив неизвестно кому, неизвестно куда по сотовому номеру на объявление, без указания названия фирмы, то лучше этого не делать. Это говорят специалисты региональной ассоциации по защите прав потребителей. Любые предложения об оказании услуг бытовых, так называемых, они должны в том числе сопровождаться информацией, кто эти услуги оказывает. В данном случае этот листок, который попал, наверное, в каждый почтовый ящик рязанцев, не содержит никакой информации, кроме сотового телефона. Поэтому, если в дальнейшем люди не будут заключать договор на оказание бытовых услуг с указанием конкретной организации, кто эти услуги оказывает, какие гарантийные обязательства, где она зарегистрирована в данном случае организация, что это ООО, ИП, или опять-таки схема, как шабашников собирают деньги, в дальнейшем никто несет никакой ответственности, здесь человек должен понимать, потребитель должен полностью обладать всей достоверной информацией. Это норма, кстати, 10 закона о защите прав потребителей. Конечно, право выбора всегда остается за простым жителем. Однако жильцам многоквартирных домов необходимо быть крайне бдительными в таких ситуациях. А то, как бы вам завтра не предложили ключики и от ваших входных дверей в квартиру сделать, не за дорого. Заодно и от вашего автомобиля, и от дачи. Бесплатно даже, в порядке бонуса. Так что можно сделать ключи на порядок дешевле, а можно и переплатить раз в три. Каждый выбирает для себя. Обратиться в фирму с гарантией качества, и, как говорится, не за дорого. Или же по сомнительным объявлениям, без указания на звание фирмы реквизитов, обращаться. Только уж после давайте локти не кусать. Теперь о людях, которые желают поднять деньжат вовсе уж мутным способом. И о тех, кто таких деятелей приводит к общему законному знаменателю. Рязанские полицейские провели очередные рейды по выявлению нарушений в сфере оборота алкоголя. Оборот такой, что эти самые нарушения выявляются регулярно. Алкоголь всегда источник доходов, в том числе и нелегальных. Вот и теперь, по итогам рейдов, проведенных во всех городских районах разом, пресечено четверть сотни нарушений. Чаще всего правоохранители выявляют контрафанктную продукцию. Так что наливают нам и продают зачастую всякую гадость, наживаясь на здоровье людей, желающих слегка, так сказать, освежиться. В ходе рейдов полицейские изъяли 750 литров спиртосодержащей жидкости. Также проверялась законность торговли алкоголем. Это главным образом касается тихого часа с 10 вечера до 8 утра. И здесь попались отчаянные головы. Семь нарушений зафиксировано, 179 литров пива изъято. А всего во время рейда полицейские вывели из незаконного оборота более тонны спиртного. Еще о криминале. В Рязани завершается расследование очередного страшного в своей простоте и нелепости так называемого бытового убийства. Вообще бытовуха по статистике бьет в России по всем статьям другие преступления. А самое распространенное орудие злодеяния у нас – кухонный нож. Дальше рассказывает Оксана Тебенихина. Татьяна и Сергей прожили вместе долгих 36 лет. Разлучила семейную пару. Как бы жутко это ни звучало – смерть. И пришла она к Татьяне от любимого супруга. Сразу после свадьбы у молодой тогда еще семьи родился сын. Назвали Володей. Как утверждают соседи в ребенке родители, души не чаяли. До такой степени они любили Володю, что и в свои 36 он продолжал жить в семье. Между супругами возникла словесная ссора по поводу морального образа жизни его сына, их сына. По сути дела в том, что сын нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Собственно говоря, находится у них на иждивении, хотя и возраст у него уже больше 30, старше 30 лет. Беда пришла нежданно-негаданно. Однако предпосылки бытовых преступлений всегда можно вычислить. Главным образом – это страсть к напиткам, далеким от лимонада. 14 октября прошлого года Сергей и Татьяна отправились на дачу заниматься по хозяйству. Владимир в это время был дома, играл в компьютер. Супруги вернулись домой поздно. Выпив водки за ужином, отец в присутствии жены начал порекать сына. Не работаешь такой-сякой, сидишь на родительской шее. Разошелся папа не на шутку. Да и конфликт разросся не слабый. Пытаясь уладить конфликт между родителями, сын вступился, тем самым пытался успокоить отца. Мать, опасаясь наступления тяжких последствий, из-за того, что ее супруг схватился за нож, все время недопущения дальнейшего развития их конфликта, встала между ними. У обвиняемого возникает преступный умысел. На почве личной неприязни, которая возникла у него к своей супруге, имевшимся у него кухонным ножом, нанес потерпевший не менее трех ударов. Два удара в область груди, один удар в область левого плеча. Сын Владимир вызвал скорую полицию. Сначала Сергей отрицал свою вину, утверждая, что сын сам натолкнул Татьяну на нож, который в это время находился в отцовской руке. Но в ходе следствия выяснились все подробности происшествия. Ясно одно – мужчина не хотел убивать свою супругу. Не искал возможности, не провоцировал. Татьяну он любил, как и своего сына, больше всего на свете. Но водка и вспышка ярости привели к нежданной, мгновенной трагедии. Берегите своих близких. Вот вам и мораль. Каждый по-своему вершит бытовое зло. Но принципиальная схема у всех одна – выпил или укололся, разозлился, потерял самообладание, схватился за нож, топор, сковородку, выбирай на вкус. А дальше – следствие, суд и по тундре, по железной дороге. А главное – неизбывное вечное горе в сердце от смерти близкого человека, чья жизнь прервалась по твоей же вине. Не дай бог никому. Теперь к вещам бодрым и жизнеутверждающим. В зале Рязанского сельхозуниверситета прошел чемпионат области по тяжелой атлетике. В этот раз на открытый турнир приехали сильнейшие атлеты не только рязанской периферии, кстати, славные своими богатырями. Помериться силушкой с нашими решили атлеты из Подмосковья. Сегодня к нам на турнир приехала выступать команда Московской области, в составе которой есть девушка, мастер спорта международного класса, обладательница Кубка России, очень сильный человек, очень техничный, показала красивую технику и была украшением турнира. Но не только она, еще несколько девушек выступали сегодня. Это наши рязанские мастер спорта, Пулешова Ольга, а также девчонки из Московской области. Они очень здорово сегодня выступили, показали хорошие результаты. Так же, как и наши ребята, парни, вы слышали только что, как они выступали, какие красивые веса поднимали. Напомним, тяжелая атлетика – это один из олимпийских видов спорта. Классическое двоеборье включает два упражнения. Рывок, когда штанга поднимается вверх единым движением, и толчок. Здесь стальной снаряд вначале поднимают на грудь, а затем выталкивают вверх на вытянутые руки. Тяжелая атлетика любима в народе не только за проявление абсолютной силы. Это сплав мощи, скорости, гибкости и, главное, железной воли атлета. Какие планы на будущее? С этим связано что-нибудь, какие-нибудь планы? Ну, потихонечку прибавлять и по мере возможности тренироваться, пока есть такая возможность. Пока еще растут силы потихонечку, медленно, но уверенно. Хочу минимум лет 10 еще позаниматься. Кстати, сейчас в тяжелой атлетике прочно обосновался и прекрасный пол. Женщины и поднятие тяжести. Кажется, это вещи несовместимые, однако дамы, в том числе и рязанские, мыслят по-другому, а поднимают штангу так изящно, что залюбуешься. Сегодня сработала я хорошо, на шесть подходов, довольна результатом своим. Сейчас, конечно, тренируюсь гораздо меньше, чем в студенческие годы. Работа, ребенок, но все равно доставляет огромное удовольствие. И показываю, надеюсь, пример молодежи. Стоит напомнить, что тяжелая атлетика вошла в перечень базовых для Рязанской области видов спорта. А потому штангисты надеются на серьезную поддержку любимой железной игры. Нужны залы, нужен инвентарь, нужны рейтинговые турниры, в том числе и выездные. А уж результаты будут, в этом уверены и тренеры, и спортсмены. Это завершающий репортаж сегодняшней программы, но разговор по еще одной насущной проблеме впереди. Дело в том, что с 1 мая вступает в силу новый регламент, связанный с забоем скота на домашних подворьях. Ну, тот, кто скажет, что нас, горожан, это не касается, жестоко ошибется. Дело в том, что любое новшество у нас, особенно связанное с продуктами питания, надо рассматривать через призму вопроса, подорожает или нет. Сегодня и на этот вопрос тоже в программе подробностей будет искать ответа ведущая Олеся Харлина и ее собеседница Кристина Хмелева, руководитель отдела госветнадзора Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. Так что ждем через короткое время, а у нас далее сюжет на правах рекламы. До встречи в эфире. Качество – вот главное, на что сегодня обращает внимание грамотный покупатель в первую очередь. На межрегиональной выставке и ярмарке «Лучшие товары для рязанцев», открывшейся в торговом центре Рязански, представлены самые разнообразные товары от продовольственных и текстильных до ювелирных изделий, изделий из кожи и меха. Главное преимущество всех этих товаров – высокое качество. В частности, могу сказать, что есть компания, которая представляет белорусские деликатесы. И с определенной точностью известно, что те колбасы и та продукция, которая представлена, она коптилась специально под нашу выставку, потому что знала, что поедет в Рязань, и здесь нужно будет завоевывать этот рынок. Кажется, на сравнительно небольшой выставочной площади организаторы собрали все возможные товары, которые могут заинтересовать рязанцев. Изделия из натуральных камней, текстиль, одежда и обувь для детей и взрослых, кухонную утварь и вкуснейшие деликатесы. Здесь же вы сможете приобрести настоящий мед-спасек Алтая, в том числе редкий сорт – каштановый, особенно полезный для здоровья. Там содержится большое содержание йода. Он для щитовидки очень полезен. При варикозном расширении вен укрепляет капилляры. Более ста предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока и других регионов нашей страны представили в торговом центре Рязански. Бывший торговый центр Полсинаут – самые лучшие и самые разнообразные товары. Выставка будет работать до 13 апреля. Так что спешите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова